Армянский агитпроп начал массовую подчистку в интернете фактов и источников, свидетельствующих об истинной истории армян и Армении. Работа эта, конечно же, проводилась всегда и носит она системный и организованный характер. Благодаря труженикам агитпропа мировая сеть полна армянской лжи, исторических инсинуаций и откровенных фальшивок, которые служат легитимными источниками для поддержания умов армянского народа в зомбированном состоянии. Надуманное великое прошлое как-то скрашивает мрачное, настоящее и уж совсем туманное будущее. Ну так вот, несмотря на усилия агитпропа, в общем доступе еще сохраняются моменты истины, ускользнувшие от бдительного ока фальсификаторов, но замеченные азербайджанскими историками и аналитиками. Напуганная вынесением правды на всеобщее обозрение, армянская сторона бросилась выискивать и зачищать оставшиеся в Википедии британики и прочих, скажем так, при армяниных информационных ресурсах, не устраивающие ее исторические факты. Любопытную пропажу обнаружил директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. «Армянская сторона постоянно подчищает электронные ресурсы, сайты, энциклопедии и другие источники базовой информации, где что-то противоречит или же вовсе разоблачает армянскую историографию и историческую концепцию», — сказал историк в беседе с Дей Ас. В 2013 году была опубликована его статья «Армянская Нагорье. Географический термин или идеологическое орудие против Азербайджана». Статья «Азербайджанский историк» на основе свидетельств самих же армянских авторов и внешних источников показал, что термин «Армянская Нагорье» не является древним и никак не определяет древность проживания на этой географической территории армян. Термин был придуман в XIX веке. Эту услугу оказал армянам в 1843 году русско-немецкий учёный Герман Абих. В 2015 году статья была включена в монографию, изданную Институтом права и прав человека, на наипосле этого оказалась в европейских и американских библиотеках и университетах. Этот факт заставил армянских лжеисториков засуетиться, потому что полностью ломал, выстраиваемую ими годами, схему лже древности Армении и якобы исторического проживания армян на территории, с лёгкой руки Абиха именуемой сегодня Армянским Нагорьем. Армяне добились удаления из статьи «Армянская Нагорье» в Википедии, а также из электронной энциклопедии «Британика» всех источников и ссылок, которые я использовал в своей статье. В статье разоблачается один из устойчивых мифов, который активно эксплуатирует армянская пропаганда и историческая наука — существованию древнего географического названия «Армянская Нагорье». Дело в том, что термин «Армянская Нагорье» впервые был введён в 1843 году русско-немецким учёным-геологом Германом Абихом. Тогда в издательстве Дербцкого университета, ныне Тарту, Эстония, на немецком языке выходит монография 37-летнего профессора геологии Германа Вильгельма Абиха Юбадай Джаладжич Натар Дес Арманище Хошландес о геологических свойствах армянского Нагорья. До этого периода никто и не подозревал об армянском Нагорье, поскольку территории, эти в течение многих веков, назывались по-иному и не связывались сугубо с армянским народом. Однако ныне сложилось ложное представление о том, что Армянская Нагорье так называется с древнейших времён, и это связано якобы с тем, что тут со времён Всемирного потопа живут армяне, сказал Гусейнов. Историк отметил, что в своей статье ссылается на книгу «Мелик», Ада Мяна, Хачанова, Герман Абих, первооткрыватель Армянского Нагорья. Из этой книги становится известно, что профессор Абих после издания монографии в 1844 году по разрешению российского императора Николая I отправился в 10-месячную командировку в Закавказье, предварительно получив из российской казны на экспедиционные нужды 5288 рублей серебром, очень внушительную для того времени сумму. Однако фактически вся его поездка по Закавказью проходит под опекой армянской церкви и деятелей. В связи с этим всё увиденное ему преподносится, как наследие армянской культуры и истории. Сразу же по приезду в регион Абих встречается с католикосом, армян Нёрсесом Ашторакецы, и заручается от него рекомендательным письмом к армянскому просветителю, писателю Хачатуру Абовяну, в котором последнему предлагалось оказывать содействие профессору в качестве переводчика. То есть Абиха всюду ведут армянские партнёры, которые и до этого имели с ним тёплое отношение. Так с его лёгкой руки в европейскую и российскую науку вводится термин «армянская Нагорье», границы которого затем расширяются в любом направлении, куда распространяются политические аппетиты армянских националистов и покровительствующих им держав, отметил Резван Гусейнов. После выхода статьи азербайджанского историка и публикации её в монографии Института НАНО, армянские пропагандисты поторопились принять меры и внести изменения в использованные Гусейновым источники. Из статьи «Армяниан Хайланд» в энциклопедии Британика была удалена фраза «Армяниан Хайланд, рашен армянское Нагорай, also spelled армянское Нагорай», которая доказывала, что этот термин пришёл из русского языка и не существовал в английском варианте. Изменения были внесены в 2015-2017 годах. В прошлом году подчистке подверглась соответствующая статья в Википедии. Исчезло следующее предложение. Название «Армянское Нагорье» появилось в 1843 году и было введено в оборот немецким учёным Германом Вильгельмом Абихом, Мелик Адамян, хачанов Герман Абих, первооткрыватель армянского Нагорья. Вместо него появилось следующее, своё название «Армянское Нагорье» получило благодаря тому, что в пределах Нагорья находилась историческая область формирования армянского народа. Соответствующие фразы и ссылки удалены из Википедии. По словам историка, подобная ситуация наблюдается не в первый раз и свидетельствует о том, что изыскание азербайджанских учёных уже всерьёз беспокоит армянскую сторону. Чтобы закрепить результат, думаю сделать английский перевод моей статьи. Со всеми скриншотами и ссылками. Зададим фальсификаторам ещё работы, если уж они так нервно реагируют, сказал глава Центра истории Кавказа.